В Европе главные игроки на рынке фастфуда массово переходят на растительные бургеры. По всему миру то и появляются новые производители альтернативного мяса. Кстати, в России в том числе. Поэтому растительное мясо уже совсем не кажется каким-то мимолетным трендом или продуктом исключительно для веганов, а вполне может претендовать на роль еды будущего. Меняются отношения, меняется очень многое в обществе, большее распространение информации, связанного с в том числе убийством животных. Я уверен, что рано или поздно эти вопросы начнут выходить на повестку. И вот уже наши последующие поколения, наши дети, они уже, конечно, совершенно по-другому будут к этому относиться. И при смене поколений, конечно, уже объемы потребления растительного мяса будут гораздо выше. Мы идем в ресторан. Один из первых, где начали готовить бургеры с искусственным мясом. Стартовали ровно год назад, тогда говорили, что это всего лишь эксперимент. Сейчас я смотрю на их сайте, эти бургеры до сих пор в меню. Получается, что опыт оказался успешным, и блюда из растительного мяса пользуются бешеной популярностью? Сейчас узнаем. Эксперимент удался. Несмотря на достаточно высокую цену в 550 рублей, бургер был популярным. Но мы понимали, что, к сожалению, заработать на этом не удается, и нужен какой-то аналог, а аналогом стал как раз российский взрослитель мяса, который предоставляет нам намного более выгодные условия, потому что нам не нужно импортировать эти котлеты. И теперь у нас этот бургер стоит на 200 рублей, аж на 200 рублей дешевле. Нас угостили бургером. У нас есть сейчас прекрасная возможность сравнить котлету, состав которой уходит протеин гороховый, соевый и рисовый, с привычной котлетой с содержанием высоким животного белка. Сейчас мы отрежем кусочек котлетки. Это вкусно, вкусное мясо. Это точно растительное? Говорят, точно растительное, хотя я, например, не нахожу никаких отличий с котлетой говяжьей, например. В отличие от ресторанов, в супермаркете купить растительное мясо практически невозможно. Мы обошли несколько продуктовых магазинов и ничего не нашли. Хотя российские производители альтернативного мяса уже вовсю работают и утверждают, что готовы производить тысячи тонн такой продукции ежегодно. Любой продукт, перед тем, как его потребитель приобретет, ему интересно знать, как его готовить, как с ним обращаться, с какими соусами его подавать и так далее, и так далее. И вот для этого мы выбрали модель кооперации с большими сетями кафе, ресторанов. Проникновение на рынок сейчас имеет самую-самую начальную стадию и будет только увеличиваться. Если мы с вами говорим о достижении паритета с обычными традиционными мясными продуктами, конечно, это не завтра, это год-два. О больших перспективах растительного мяса говорят и многочисленные исследования. Одну из последних провела международная консалтинговая компания IT-керни. Аналитики предсказывают, что в ближайшие 20 лет рынок альтернативного мяса будет расти на 10% ежегодно. А в таких странах, как Индия, Китай и США, к 2040 году меньше половины всего потребляемого мяса будет поступать из традиционных источников.